всем здравствуйте или добрый вечер потому что съемку виду вечером после работы сейчас уже 9 часов вечера но у меня некоторые спрашивают когда вы все успеваете у меня в любой период порой года везде тут прожектора поэтому мой рабочий день трудовой на участке удлиняется насколько хватает сил в общем у нас в белоруссии уже через пару дней будет понижение температуры будут устойчивые минусовые температуры ночная дневная где-то около минус двух поэтому пока температура сейчас 9 градусов буду рассказывать что буду делать как обрабатывать как подкислять грунт и как укрывать свои крупнолистные гортензии кто со мной на канале веду я его третий год знаете что я крупнолистную гортензию укрываю дубовыми листьями которые вот в таких мешках многие сейчас показывают но это тоже как бы первое все вот это показала я но вот смотрите они у меня многоразового использования это новые мешки 15 мешков я вам говорила что заготовила в этом году новых а это мешки уже несколько лет использовались видите когда хранились на солнце немножко они портятся поэтому поэтому те же листья дубовые вот они сухие я их просто в другой новый мешок вот вот такое это еще не все мешки у меня 6 крупнолистных гортензии в открытых в открытом грунте 5 крупнолистных одна пильчатая вот что буду использовать покажу и сверху я не пленку использую но я уже вам показывала со мной мои собаки это софанька в красный в красном свитере вот такая подложка я не за под ламинат какой-то такой материал но еще пока тут хочу показать вам посмотрите сегодня 10 по моему 9 9 ноября моя какая гортензия magical candle она зацвела попозже все уже метельчатые смотрите какие стоят шапки а это мороз миновал и она вот у меня в таком виде 9 ноября ну в общем что буду делать сейчас вам покажу вот гортензия которая практически укрыла но что делаю несколько дней назад пока не было дождя весь свой сад весь свой во дворе в этом году был разгул просто клещей и ну не могу сказать болезни но где-то были какие-то признаки мучнистой росы на розах я грунт на участке обработала железным купоросом 500 грамм и 700 грамм карбамида на 10 литров воды и все обработала и два дня не было дождя в общем где трещинки где какие-то личинки в грунте я думаю что вот это такая искореняющая обработка теперь смотрите вокруг я показывала уже много раз свои крупнолистные гортензии они у меня были укрыты были подготовлены и стволики у них уже смотрите такие вот одревесневшие практически я укрываю без листьев можно укрывать с листьями если вы какие-то другие способами но просто она очень большая получается и мне тогда придется гораздо больше моего вот этого укрывного материала в общем кто как приспосабливается я рассказываю о своем потом вокруг гортензии я просыпала по столовой ложке вот такой гранулированной серой гранулы по столовой ложке на куст обычно это рекомендуют где-то в начале апреля в начале вегетации но у нас белоруссии в начале вегетации еще гортензии будут стоять под укрытиями и вряд ли буду я там стоять вокруг нее колупаться что-то и просыпать эту серу раз она под укрытиями она ничего тут не вымоется но постепенно постепенно будет растворяться и подкислять но обязательно это нужно в грунт закопать землей немножко ну верхний слой земли взрыхлить и серу потому что она только растворяется при взаимодействии с грунтом теперь смотрите я прикладываю свою гортензию чем-то прижимаю и обработала и обработала гортензии орданом вот такой смачивающий вся порошок 12 с половиной грамм на 5 литров воды обработала в опрыскиватели вообще гортензии которые у меня в открытом грунте гортензии в горшках это я делала для обработки гортензии в горшках потому что ну скоро и дожди начнутся из и опускать придется в подвал или еще куда-то на хранение поэтому одновременно 6 свои гортензии тоже обработала теперь смотрите середину куста видно что я засыпаю видите опилками вот это тоже для меня многоразовый материал в прошлом году я также делала и вот я их потом снимаю весной когда уже минует угроза заморозков потому что там внизу начинают вырастать красивые зеленые такие сочные побеги они при сухом вот таком сухом это этих опилках или кислый торф я использую иногда иногда опилки в общем засыпаю середину куста пригибаю и вот эти мешки я уже показывала несколько видео у меня есть как я укрываю и мешками вокруг и при таком укрытии моя гортензия зимует до самых кончиков смотрите очень сильно пригибать не нужно вот сам важно чтобы тут была прослойка вот эта прослойка ваша воздушная это тоже своеобразное укрытие ведь у нас такие сухой сухой дубовый лист он же такой тоже видите там воздух получается вокруг мы вокруг вокруг основание один мешок где кончики самые которые сохранить если у вас не ремонтантны и сверху также эти все мешки да где получаются какие-то дырочки я иногда этими скрепки не скрепками а прищепками прищепливаю ну так очень темно получается в общем вот такое укрытие и сверху укрывной материал но важность моего укрытия не в укрывном материале да тут не надо несколько слоев сверху потому что самое важное укрытие для нас это дубовые листья укрывной материал спонбонд он может быть самый тоненький он просто как сцепка этих листьев да чтоб не было вот каких-то тут дырочек вот получается укрывным материалом укрыли камешками обложили и сверху вот я вам показывала для того потому что у нас белоруссии частые дожди просто бесконечно бывает декабрь зарядит январь вот вообще или оттепели бесконечные какие-то поэтому сверху нужна пленка или вот этот подложка под ламинат такое но я это делаю не полностью посмотрите вот сюда не полностью укрываю до земли она идет только как зонтик как как зонтик чтобы не промокала наше укрытие получается сверху но она получается одновременно теплое сухое и дышащие а если вот как для у нас я говорю для белоруссии у нас бесконечные дожди и мы все это запакуем в пленку может быть где-то подпревание но в общем это делаю я кто делает как я говорю свой свой вот опыт и это я уже делаю сколько лет я вам показываю и кто пробовал вот такими листьями укрывать даже у кого не цвела никогда крупнолистная гортензия она цветет так теперь буду что делать в горшках в горшках а мои гортензии я там пока темно не перенесла свою переноску свой голливуд туда поэтому их я их обработаю орданом и они у меня будут стоять под крышей смотрите серый вот такой гранулир для гранулированной я подкисляют гортензии в осень в открытом грунте те которые в горшках пока ничем не подкисляем будем вот или таким удобрением или сульфатом аммония весной сульфат вот такое удобрение и сульфата это польская в то фтора вид и наш сульфат аммония имеют один состав 20 азота и по-моему 23 там этой серы вот это будем весной подкислять проливать азот даст рост и а серы будет одновременно подкислять значит в горшках обрабатывают болезней ну и пока вот такая температура 9 они просто стоят на улице мне их быстрее куда-то спрятать чем все-таки укрыть гортензии но это надо время час где-то хотя бы до если тут резкий мороз ударил поэтому сразу я в грунте ну и когда опустится температура я их занесу в сарай ну да да такой да очень низкой температуры допустим минус 5 когда будет постоянная температура на улице и днем и ночью вот только тогда я буду их опускать в подвал потому что мой подвал теплый если я рано туда опускаю они рано и идут вегетировать теперь вот смотрите вот такое наше укрытие что я делаю весной я вам даже показывала в прошлом году под таким укрытием как зимой чувствует моя гортензия что я буду делать когда уже начнутся теплые деньки при пекании солнышка мешки эти можно постепенно снимать да можно постепенно сверху снимать вот эти вот все где-то прищепки и оставлять только один укрывной материал уже до до той поры пока минуют угроза заморозков вот я вам показываю свой опыт кто-то укрывает только в один слой но я знаю что моим в одну в один слой или в два слоя укрывного гортензии зимуют но знаете я уже как так наловчилась я укрываю так года четыре наверное свои гортензии эти мешками я знаю что точно любая слякость любая непогода они у меня перезимовывает в общем вот что хотела сказать за работу и до новых встреч будут вопросы задавайте до свидания и Продолжение следует...